Мы хотим вам представить достаточно известный и популярный в России продукт. По компасу характеристика это вообще самая крутая гидроизоляция. Это мембрана для гидроизоляции водоемов. В России она хорошо известна как бутилка учуковая мембрана. Пленка позволила сократить сроки и стоимости строительства. Я покажу вам как эта пленка работает, насколько она надежна. Поехали! Эпидием понлайнер Карлайл. Эпидием это состав материала этилен, пропилен, диен, мономер или проще говоря синтетический каучук. Понлайнер потому что мембрана у нас для гидроизоляции водоемов. Понлайнер пленка для водоемов. По совокупности характеристик мембраны, комплектующих и технологий, этот продукт позволяет обработать любые типы поверхностей. Материал хорошо тянется. Это растяжение в одной плоскости и мультисевое удлинение мы попробуем показать. Когда мы тянем в четыре стороны, вот этим свойством не обладает ни один из материалов, представленных на рынке. Никакого дорогостоящего оборудования, которое применяется для сварки мембран, допустим, полуэтиленов, нам не нужно. Тот факт, что мы можем монтировать мембраны без доп. оборудования, делает этот материал очень удобным в применении, потому что мы можем его монтировать в самых отдаленных областях. Это основные два продукта. Без этих двух продуктов мы не сможем склеить мембрану. Лента часто называют самоклейка, это правильно, но самоклейка не скотч, без праймера лента не работает. Чтобы нам использовать ленту, нам нужен праймер обязательно. Поэтому эти два продукта я называю минимум необходимого. Необходимые герметики для монтажа. Краевая герметика PDM для обработки краев и примыканий. Мы покажем, как им правильно пользоваться. И водоотталкивающая мастика. Уникальный продукт, практически неизвестен в России, практически не используется в Европе, тоже малоизвестен. В огромных количествах потребляется в Штатах и применяется. Что такое водоотталкивающая мастика? Это невысыхающий герметик на бутиловой основе, который остается постоянно гибким. Он очень гибкий, если испачкаться, очень трудно его отмыть. Работает только в прижатом состоянии. И, наверное, последний продукт из основных, это монтажный клей PDM. Монтажный клей, соответственно, применение его, это приклеивание мембраны к различным типам поверхностей. В водоеме бывают сложные формы. Бывает, когда мы просто укладываем мембрану на грунт. А бывает, когда мы должны обработать, например, сложенную бетонную чашу. В этом случае мы приклеиваем мембрану на вертикальные поверхности, а можно приклеить и на горизонт. И для этого мы используем монтажный клей. Как с ним работать, мы покажем. Эта мембрана самая лучшая на прокол, истирание, разрыв, разрез, растяжение именно в комплексе. И вот я показываю вам угол, видите, как она сгибается, при этом она не рвется. И насколько она эластичная. Что интересно, в морозы она такая же эластичная, она не меняет особо своих свойств. Мы варили пленку при минус 18, и эти швы благополучно сдавали комиссии, сдавали технодзору. Ну вот, я продемонстрировал вам. Эту гидроизоляцию мы можем на границах сред, там где среда меняется, перехода с грунта на бетон, предположим. Мы можем заложить складку. Видите, и пленка будет работать при подвижках грунта, там где меняется среда. Также вот мы обклеили гидроизоляцией, бутылко-учуковой пленкой, весь угол. Далее мы будем приклеивать эластаформ, специальная мембрана для сложных геометрий. И после эластаформа, обратите внимание, еще обработано все специальным герметиком. Здесь есть свои хитрости, как ушко, ухо склеить. Эта гидроизоляция, это, наверное, самая надежная гидроизоляция на сегодняшний день. Чем хороша технология и применение этого материала? Она сводит к минимуму человеческий фактор. Она прощает ошибки человеческих рук и человеческой головы в большом проценте. И рабочие, в принципе, редко допускают какие-то серьезные ошибки, которые ведут к проблемам в стройке. И если даже есть какая-то ошибка, ее легко найти и очень легко исправить. Так как материал при сварке не требует никаких термических воздействий, никакого огня, это еще дополнительный плюс к этой технологии, это холодная сварка. Строим пруды правильно, радуемся жизни и всем добра.